ПЕСНЯ 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 Благодаря Екатюру Петрову мы узнали о том, что вдвоём можно написать книгу. Оказывается, вдвоём можно написать ещё и музыку. Энрике Франчини, Гектор Стампони, танго-вальс, название которого в переводе на русский означает «кусочек неба». КОНЕЦ 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 В 1995 году Леонид Десятников принял предложение скрепача Медона Крэмера написать «Бис» – нечто вроде заготовленного экспромта для ансамбля Крэмера «Дон Мишка», с которым он исполнял произведение «Астеро-эксон». Его выбор пал на утомленное солнце. Композитору надлежало пересочинить эту песню в духе танго-вальс. То есть сделать транскликцию таким образом, чтобы возникало впечатление, как эту музыку написал сам Астеро-эксон. Ежи Петербургский. «Дон Мишка». КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 и предложили ему сделать аранжировку этого произведения. Они попросили, чтобы он закончил работу уже к вечеру, поскольку это необходимо их молодому другу, которого зовут Герарна Ратрибис. Как вспоминает Фирко, я сел за пианино, припомнил два собственных танго, написанных еще в 1096 году, но не пользовавшись большим успехом. Используя материал собственных танго, написал вторую часть, а затем добавил третью, используя музыку из-за Джоберт и Голбату. Таким образом, у Кумфарсита фактически три композитора. Радрибис, Фирко и Берфи. Однако Фирко никогда не считал себя правил претендовать на соавторские, полагая, что своему успеху Кумфарсита всецело обязана именно первая часть, принадлежащая Матусу Радрибису. В заключении нашего концерта. Херарко Радрибис. Кумфарсит. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА